Я не знаю, на каких условиях журналисты отправляются в боевые точки и платят ли им просто зарплату или предлагают какие-то более приятные, более крупные гонорары, но мне как девушке очень тяжело представить то, что действительно кто-то может промотивироваться и действительно поехать в боевые горячие точки, туда, где происходят реальные военные события, поехать из-за того, что ему предлагают заработать какие-то большие деньги. Я не могу себе этого представить. Поэтому мне кажется, что все журналисты, которые отправляются, неважно в Украину или какие-то другие боевые местности, они в первую очередь герои. И если человек хочет, согласен туда лететь, вряд ли ведь могут кого-то заставить. Вот в это я никогда не поверю. Если журналист согласен туда лететь и действительно выполнять свой долг, свою миссию, для меня он абсолютный герой. И дай бог только, чтобы все назад возвращались. Вот. Но что касается того, что... А почему бы им не отказаться? Они имеют право это сделать. И я бы никого не стала судить тех, кто отказывался бы лететь туда, где боевые действия. У каждого своя судьба, у каждого своя интуиция и своя оценка вообще своих психических возможностей. В конце концов, на боевых действиях должны работать военные журналисты, которые, насколько я знаю, получают чуть-чуть другое образование. И они знают, как они должны действовать во время боевых действий. Вот. Но если туда летят наши ребята, и им настолько небезразлично то, что люди в России и вообще во всех странах, мирные люди, хотят знать, что происходит там на самом деле, ведь очень часто события действительно искажаются. И если они считают своей миссией и не отказываются, и летят, то как же мы можем вообще жить без таких героев? Они и входят в историю. И на протяжении многих веков всегда были смелые, настоящие мужчины, которые готовы были нести честь Отечества. Я не знаю, это, наверное, очень глупо. Это, наверное, очень глупо. Но мне все-таки хочется это сказать. Мне кажется, что человечество будет на более высшем уровне развития тогда, когда мы научимся решать какие-то политические вопросы и разногласия без смертей. И тем более без таких абсурдных смертей, когда вдруг на боевых площадках, во время настоящих военных действий, вдруг начинают убивать журналистов. Из разных стран. Ребят, которые просто показывают всему миру, что происходит. Вы знаете, это отдает действительно каким-то другим подтекстам. Потому что, насколько я знаю, даже на дуэлях есть свои правила. И на войне они тоже должны быть. Поэтому как можно убить и стрелять в мальчиков, которые не воюют, а несут свой долг журналистский, это, конечно, невероятно. Это плачевно и больно.